Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Вы смотрите нас на нашем канале и слушаете на частоте 95,5 FM. Друзья, я вам сегодня представлю гостей в нашей студии. Директор благотворительного фонда «Константа» Анастасия Кульпетова. Добрый день. Художник Дина Вальберг. Добрый день. Директор ботанического сада Тверского госуниверситета Юрий Наумцев. Здравствуйте. Председатель благотворительного фонда «ИКСО» Карина Александровна Кунькова. Многие, увидев Карину Александровну, наверное, подумали, речь пойдет о медицине. Нет, друзья мои, я вас немножечко разочарую. Но тема, которой мы сегодня коснемся, она, на мой взгляд, не менее объемлющая и не менее важна для особенно тех людей, которые нуждаются в помощи. Мы сегодня поговорим о благотворительности, о ее месте в нашей жизни, о том, насколько мы видим проявление. И как каждый может в этом поучаствовать? Есть здесь, конечно, и те нюансы, о которых мы тоже постараемся поговорить. Но есть и ряд положительных сторон, которые мы обязаны упомянуть, рассказать и проинформировать нашу зрительскую аудиторию. Хочу напомнить всем. Телефон прямого эфира – 300-190. Итак, друзья, мы говорим о благотворительности. Буквально считанные дни отделяют нас от горячо любимого праздника – Нового года. А далее – Рождество. Это время связывает с чудесами, добром, какими-то самыми светлыми ожиданиями и хорошими событиями, приятными. Вот говоря сегодня о благотворительности, мы постараемся погрузиться в эту атмосферу добра, великодушия и, может быть, по-хорошему заразить как можно больше людей желанием помогать друг другу. Карин Сан, вот хочу вас уже в новом качестве еще раз представить нашей зрительской аудитории. Вы – председатель благотворительного фонда. Наряду с тем, что вы возглавляете, не побоюсь сказать, успешное лечебное учреждение, но сегодня о медицине мы будем говорить не так много. Вот смотрите, маленькое отвлечение… Можно я вас поправлю? Это не новое качество. Нашему фонду уже 15 лет. Ну вот. И я думаю, что зрители ваши в том числе помнят и знают, что тот период, когда у нас происходили те самые чудесные события, они, кстати, происходили именно в рождественские дни, я уже была председателем благотворительного фонда. Расскажите об эконе разведные чудо. Это чудо. Это действительно чудо. Но чудеса начались действительно 15 лет назад, когда в рождественскую неделю 2001 года мы делали проект реконструкции нашего здания Аваевского. И прожив там 16 лет, я просто напомню, наверняка кто-то из зрителей слышал это уже, но мы 16 лет прожив в этом здании, мы вообще не имели представления о том, что в этом здании была больничная церковь. И когда наш архитектор-реставратор готовила историческую справку, как положено под проект, то в исторических документах обнаружились ссылки на то, что в больнице была больничная церковь. И не далее, как 10 января 2001 года эти документы легли на стол, 2002 года, простите, 2002 года легли на стол, и я совершенно ошеломленная поняла, что у нас нет никакого другого пути, кроме как восстановить эту больничную церковь, которая была построена на средства благоделателей. Слово какое замечательное, благоделателей Тверской земли, и церковь была построена Елизаветой Ивановной Аваевой. Но чудеса продолжались на протяжении всего периода реконструкции больницы и храма, их действительно было очень много, и у меня даже выпало счастье рассказывать о них патриарху Кириллу, когда он приезжал сюда в 2010 году, в дни славянской письменности. И это тоже было чудо, потому что мне гувернатор поручил выступить от светского населения, я, конечно, очень взволнована была, потому что говорить перед патриархом — это совсем непростая задача. Более того, я так, ну, повеселим, раз уж у нас на такой доброй ноте, на доброй ноте у нас сегодня эта программа. Я подготовилась рассказать патриарху о том, как мы восстанавливали больницу и церковь, но передо мной встал губернатор, и в течение 10 минут просто наизусть пересказывал вот эту нашу книжку обаевскую, и, собственно, все, что я собиралась рассказать патриарху, рассказал Дмитрий Вадимович Зеленин. Давайте мы напомним, кстати, многим, может быть, кто-то и не знает, а кто знал, может быть, уже и подзабыл, ведь замечательное издание. Единственное, жаль, что тираж небольшой, переиздать бы не худо. Да, ну, сейчас я дорасскажу, иначе я уже потеряю мысль. И вот когда мне сказали, что вот сейчас мой черед выходить, а, в общем, от светского населения нас было только двое, я и Андрей Володленович Белоцерковский, в общем, выбор был не такой большой, и ударить в грязь лицом никак нельзя было. И я на ходу соображала, пока я шла, значит, к столу, где сидел патриарх, я соображала, что же делать. И я ему стала рассказывать о тех чудесах, которые происходили во время возрождения больницы, восстановления больницы и храма. И, несмотря на то, что он молчал, но мы разговаривали. Он разговаривал со мной мимикой своей, и по его реакции я понимала, как приятно и как трепетно ему было слышать то, что из уст совершенно светского человека, доктора, звучат вот те чудеса, которые истинно были. То есть я иногда, знаете, отрезвляюсь и задаю себе вопрос, а не сводишь ли ты, не пытаешься ли ты свести совершенно происходящие закономерные события, преподнести их как чудеса. Но это действительно были чудеса, их ничем другим, кроме как проведением Божьим, не объяснить. И вот последние события, которые произошли, которые нас бесконечно порадовали, они тоже из серии чудес. А было это совсем недавно, всего лишь две недели назад. Вечером раздается звонок от отца Романа Манилова, от священника, который говорит мне, Карин Санна, вы знаете, у меня тут знакомый реставратор сказал, что у него есть икона, которую он собирается продавать. А на этой иконе написано, по усердию и желанию Елизаветы Ивановны Аваевой, сей образ написан 9 дня февраля 1887 года. Хорошо, что я сидела. То есть иконе 123 года. И на протяжении всех лет, а мы и сейчас еще продолжаем храм этот, нам, конечно, все сразу не удалось, потому что все внутреннее убранство храма – это наша благотворительность. Вот не побоюсь это сказать, потому что все книги, которые мы издавали, все средства от реализации книг, они шли на восстановление внутреннего убранства храма. И сегодня это действующий храм, в котором есть иконостас, полностью повторяющий иконостас, который был в XIX веке, со всеми иконами, по спискам, все как положено. И мы все это время, вот все эти 17 лет, 17-18 лет, мы все время искали хоть что-то из того храма, что-то подлинное, какой-то подсвечник, какую-то икону, какой-то фрагмент, может быть, даже киота. Мы ничего не могли найти. Мы обошли все окрестности вокруг, мы спрашивали всех пожилых людей, может быть, кто-то что-то видел, помнит, знает. Мы восстановили генеалогию, мы нашли потомков. У потомков мы пытались тоже что-то. Ничего вообще, ну просто не ниточки, что называется. 29 ноября по старому стилю и 12 декабря по новому стилю храму исполнилось 120 лет. И в промежутке между этими двумя датами, вот 4 декабря, звучит такой звонок и говорит мне, Карин Санна, а может быть, вас заинтересует эта икона? Очень символично. Очень символично, да. И я сказала, да, конечно же, пожалуйста. Стрепетом. Да, стрепетом. И вот на следующий день мне этот реставратор принес икону. И там Николай Угодник, причем зимний Николай Угодник, Пороскева Пятница и Мария Магдалина. Икона 1887 года. Храм построен в 1899 году. То есть 12 лет разделяет эту икону с храмом. Прошу прощения, сейчас у нас рекламная пауза. Мы снова в студии. Ну что ж, Карина Санна, продолжите. Мы вас охотно слышим. Ну вот, да, и принес он эту икону. И с трепетом, конечно, я ее взяла в руки. И мы ее отдали сейчас в реставрационную мастерскую. Там ее подчищают. Она, кстати, очень хорошо сохранилась. Она написана на холсте. И только нижний край немножко подмог. Вот. Поэтому вот я надеюсь, и у нас уже есть предварительная договоренность. Я скажу об этом в эфире. Потому что, может быть, кто-то из зрителей, слушателей захочет. Пока ориентировочно на 12 января у нас запланирована служба, на которой мы будем освящать эту икону и возвращать ее в храм. Такая уже процедура, да, предполагается? Ведь я думал, что икона-то была освящена. Наверное, она была освящена. Но мы должны ознаменовать ее, ритуал провести. Да, и осветить ее. Юля, вот расскажите нам интересную вещь. Вот скажу так, немножко забегая вперед. Мы еще вернемся к достижениям фонда. И есть о чем нам поговорить. А вот ботанический сад должен был отмечать свой юбилей. Дата такая весомая, красивая. И что-то тут пошло не совсем так. Путь земли. Все как раз пошло совсем так. Совсем так, да? Конечно. Это тоже чудо. Да, мы же говорим о тех временах. И наш сад, и как раз клиника Аваева, это ровесники совершеннейшие. Это одна эпоха, конец 19 века. И жизнь тех самых семей, которые вообще-то забыты. И мы не знаем, большая часть населения даже имен их не знает. Они сделали для этого города очень много. И как раз почему-то все благотворительность воспринимают довольно однобок. Как некое жертвование на какие-то конкретные цели, по поводу, чаще всего по печальному, по необходимости. В моем представлении благотворительность это как раз образ жизни, это отношение к жизни. Потому что если вы просто, не знаю, у бабушки на улице купили что-то, если вы помогли тому, кто упал, если масса поводов в этой жизни сделать добро. Благотворить. Конечно. И если вы в состоянии это сделать, тогда, наверное, вы пожертвовать сможете. А если нет, то или не пожертвуете, или то, что пожертвует, не к рукам окажется. Мы сейчас как раз говорим, наверное, о месте благотворительности в нашей жизни. Насколько готово сегодня общество идти. Вот согласитесь, есть же ведь такие, не совсем хорошо характеризующие людей дела. Вот раньше, буквально на заре 90-х, у нас появились люди, просвящие милостями. Мы это с вами помним. До этого как-то очень редко они встречались. Но вот вдруг они появились. И люди охотно откликались на их запрос, принося им свои деньги. Многие отдавали, даже последние. Вот я вам скажу интересный пример. Как раз вот в нашем канале собирались деньги для Киры Муратовой на лечение. И меня, конечно, поразил вот тот случай, когда бабушка, у которой пенсия там 5 тысяч рублей, она несет тысячу рублей и говорит, это вот девочки на лечение. Знаете, вот, наверное, это никого не оставляло равнодушным. Потому что мы действительно проводили вот такой марафон. Нам удалось собрать надлежащую сумму. Ну, вот, готовность, да, этого человека. Затем мы с вами наблюдали, что вот активность жертвователей, она немножечко угасла. Почему? Потому что стали известны не совсем благовидные детали. Это ведь превратилось в определенный бизнес. Вот это попрошайничество, это стало достаточно доходным бизнесом. Когда использовали и детишек для этих целей и прочее, прочее. То есть, вот те люди, которые посягают вот на такие действия, они, конечно, разрушают в людях все самое светлое. И себя в том числе. Но, понимаете, на что они посягают? Они посягают на святыне в человеке, на веру, на желание помочь, на сострадание. То есть, вот какие серьезные моменты они пытаются разрушить, разрушая и себя. Но, вот, конечно, я в конце программы еще приведу некоторые статистические данные. Но сегодня мы наблюдаем тенденцию того, что все-таки рост вот такой активности, он заметен. Заметен. Мы еще про 140 лет. И поэтому, вот смотрите, какая ситуация. Все-таки мы должны понимать, что надо, наверное, готовить общество к тому, чтобы возникало желание и охота. Я согласен, что милосердие и добродетельность вот эта, она не должна ограничиваться только сбором средств на лечение, на помощь чему-то. Ведь даже сохраняя нашу историю, мы делаем благое дело. Ни одно дерево не стоит без корней, а наша история – это наши корни. Друзья мои, я думаю, с этим никто не будет спорить, правда? И вот расскажите все-таки о 140-летии. Мы вот здесь от вас это ни до конца не услышали. Так расскажу, чтобы у них не получилось. Дело в том, что вы правильно говорите, но я чуть-чуть бы допомнил. Все-таки не столько… Не скупитесь, дополняйте больше. Не столько ситуация того, что появились в 90-е годы, вот люди начали давать, потом этим стали пользоваться или еще как-то. За это время прошло достаточно много. Все-таки 90-е плюс уже там 2000-е, 20 лет прошло. И за эти 20 лет не средства стали использовать хуже, и поэтому верить перестали. Не только поэтому. Люди стали другие. И к этому общество ввели в том числе и средства массовой информации. Посмотрите на новости, почитайте и посмотрите телесюжеты, посмотрите ток-шоу. То есть кроме глупости откровенной совершенно, разноузданности, мало доброго, мало красивого. То есть почему-то люди приходят к нам сами, а не за этим приходят. Да, в городе скучно иногда становится, тоскливо. Но наша сегодняшняя программа – опровержение вашего супруга в адрес мире. Вот что и приятно. Потому что как раз я хочу сказать, что тем не менее, раз это движение вообще не погибло и не умерло, и не перестало существовать, то есть раз люди продолжают делать добро, то все-таки, не то, что там надежда есть, а эта история продолжается. И ведь сад его 140 лет. Сад выжил только благодаря тому, что в городе есть добрые люди. Но какое-то время он просто оказался забыт, в принципе забыт. А оказалась забытая история, о которой вы говорите. Целый пласт истории. Тверские купцы, вообще какое-то ведение бизнеса в стране, которая была немножко другая совершенно. Затем все это стало всплывать. А ведь люди делали не для себя. Для себя, конечно, тоже. Я думаю, что жили купцы достойно, так скажем. Но они не забывали окружающее пространство, мир, в котором они живут. Они после себя оставили даже не свои имена. Вот имя создателей сада, например, никто не помнил. А сад пережил революцию, пережил войну, оккупацию. Собственно, пережил годы запустения. Это тоже чудо. Это тоже, собственно говоря, большая эпоха. И 1879 год, после которого в 140-летие мы собирались отвечать в этом году, он как-то вот не случился, потому что были найдены документы, отсылающие нас еще почти на 5 лет назад. Нам в следующем году надо праздновать 145. Но и то, скорее всего, это не последняя дата, и она обязательно сдвинется. Хотя, если документ будет не найден, следующий отмечать юбилей придется. Собственно, и мы не отказываемся, на самом деле, это очень здорово. Ну, то есть, как стареете на глазах. Мы взрослеем, мы очень красиво взрослеем, взрослеем вместе с городом. Потому что ведь уникальность нашего города, уникальность людей, которые умели его хранить, и как раз умели хранить добротой своего сердца в том, что, может быть, подспудно, может быть, осознанно. Я тут не берусь сказать, мы не знаем, о чем они думали. О чем думали Аваевы? О чем думали Бобровы, которые создавали этот сад? Наверное, о чем-то хорошем, если не только делами, а даже выбором мест. Вот как можно было выбрать место в Заворском посаде, где сохранился рельеф XIII века? Больше нет ни одного места в Твери, где остался кусок территории, на которой ничего не строили. И можно увидеть, каким был этот город, когда сюда пришли люди. Они не просто его выбрали. Они так проект сделали, парк выставили, без насыкнутых грунтов, не меняя этого пространства. Последнее место в городе, где можно увидеть, старорусский город. Чем мы гордимся Таршком и Старик? Да они такие же разгумбленные, как, собственно говоря, и Твери, с точки зрения благоустройства. Но они безупречно красивы в силу того, что все выставлено на рельеф. Твери тоже было когда-то. Катерина Великая сделала большое дело, превратив центр города, совершенно европейскую столицу. Но за этим Тверь ушла настоящая, та, которая была до этого. И старые кварталы это хранили. А потом, уже в последующие десятилетия, и это ушло. А тут осталось, и осталось, я более чем уверен, душой и сердцем тех людей, которые выбрали это место. Вложили в него душу. Сколько людей в саду под деревьями. Плакала и расставалась. Встречалась и влюблялась. Целовалась и ругалась. Да, мы венчание там провели. Столько осталось чувств и эмоций, что это погасить невозможно. На самом деле, все-таки, как бы мы ни были злые или усталые, как бы мы ни были действительно в этом мире разочарованы, все равно есть в жизни что-то, что позволяет нам захотеть делать доброе. И это что-то настоящее жизни. Ведь мы очень часто говорим, а в чем цель жизни? Зачем мы делаем? Зачем нужно делать добро? Да не зачем. Живите просто по-доброму. И добро будет делаться само собой. Мне кажется, идея благотворительности в том, чтобы это получалось просто и от души без всякого нажима. Не надо просить. Внутренний позыв. Но мы с вами прекрасно знаем, что люди все-таки делятся на определенные категории. Одни видят стакан полупустой, а второй полунаполненный. Ведь от этого очень много зависит. Как мы воспринимаем окружающий мир, видим. Вы знаете, ведь от этого зависит, каким он и становится. Если мы постоянно погружены в негатив, и я с вами согласен, зачастую новостные ленты пестрят событиями, которые очень сложно переварить. Служители культа зачастую не рекомендуют смотреть этот чертов ящик, говорит, господи помилуй. Говорит, упаси вас, Господь, от этого. Но мы же должны с вами, как люди светские, быть и в курсе событий и определять, скажем, то, что для нас важно. Может быть, не полоскание грязного белья, как это делается в определенных программах на федеральных каналах, должно вызывать такой всеобщий интерес. А может быть, вы правы. Вот сегодня я был на очень интересном мероприятии и услышал выступление одного из священников. Там была новогодняя елка для таких сложных детишек с аутизмом, с церебральным параличем. Так вот, вы знаете, в каком свете он сегодня обозначил, что особая миссия родителей этих детей, через них происходит очищение людей в целом. Вот представляете, насколько интересен был угол подачи вот этого события. И я действительно даже это переосмыслил как-то для себя. Очень важно, насколько мы готовы сегодня не обозленно посмотреть и прореагировать на человека, находящегося рядом с нами, да, а может быть, подать ему руку помощи, если это требуется. Тогда и в ответ нам придет добро, если оно будет в больших объемах. Но ведь сегодня нужно, знаете, говорят уже, и добро должно быть с кулаками, да. И чтобы сподвигнуть людей к добру, нужна какая-то определенная мотивация, может быть. Каринсон, вот в этом ключе я знаю, что одно из серьезных достижений вашего фонда было учреждение серьезнейших наград. Одна из которых стала губернаторской, а вторая еще сохраняет статус фонда. Расскажите об этом. Это очень важно. Сергей Николаевич, а можно я вернусь вот к вашей пламенной речи по поводу того, что же делать? Но мы же учим, всему учим, и детей, и подрастающее поколение, и взрослых. У вас есть камера и микрофон. Сделайте программы о добре вашим кредо. У нас все-таки много людей, которые готовы об этом говорить. Мы мало говорим об этом. Люди-то просмотреть, господи, слушать. На самом деле, да, это может быть не коммерческий проект, но мне кажется, что он крайне необходим, потому что вот это облако негатива, оно сгущается настолько, что иногда возникает ощущение, что дышать невозможно. И вот мне кажется, что вот эта сегодняшняя программа, за которую вам, конечно, огромная благодарность, это вот лучик света. Карина Александровна, можно здесь отметить, что владельцы медиахолдинга откликаются на такой социальный запрос и идут на это, хотя, мы с вами понимаем, бесплатно ничего не бывает. Да, и телевидение зачастую существует за счет рекламы и прочего. Но, еще раз повторюсь, руководствуя владельцами медиахолдинга, они все-таки считают, что это один из важных аспектов. И сохраняют вот такой социальный блок в своем телевещании. Я думаю, что мы будем это продолжать. Однозначно будем продолжать это делать. Обязательно, потому что тем на самом деле много. И... Ну, расскажите о наградах. Ну, о наградах расскажу, конечно, потому что это да, мы очень гордимся этими наградами. Я считаю, что это произведение искусства, и подтверждением тому является, наверное, и то, что вот эта награда за благотворительность великая княгиня Анна Кашинская, образец ее хранится в Государственном Эрмитаже. А история такова. В январе 2004 года мы отмечали, мы не отмечали юбилей больницы в ноябре, потому что были выборы, нам всем было не до нас. И мы перенесли на 13 января, мы сделали старый Новый год, и в Доме офицеров собралось очень много людей. И так случайно совпало волею судеб, что это был первый день, когда губернатор Зеленин приступил к своим обязанностям губернатора. А мы рассказывали сказку про Василия Петровича Аваева. Мы тогда были увлечены, просто вот с придыханием говорили об истории Аваева, о его благотворительности, о благотворительности всей семьи Аваевых. Василий Петрович был награжден двумя орденами за благотворительность. В послужном этом списке было написано за отличие неслужебное. Вот такая волшебная такая формулировка была. И я со сцены, обращаясь к губернатору, сказала, что в прежние времена очень ценили жертвователи, их имена оставались в истории. Может быть, нам тоже имеет смысл это повторить. И через неделю меня пригласили в администрацию области, тогда еще была администрация. Сказали, раз такая умная, мы тебя включаем в геральдическую комиссию. Потом сказали, раз такая умная, придумай награду. Я, конечно, не сама придумывала награду, наш благотворительный фонд, в котором четыре человека. Это наш дизайнер, архитектор, историк и я. И мы очень долго думали, поскольку нам очень хотелось, чтобы эта награда была связана с Михаилом Тверским. Это самая высшая награда была области. И нам казалось, что награда за благотворительность, она не может быть статусом ниже, чем награда за заслуги в такой нашей повседневной жизни. И мы придумали вот эту награду. Сергей нарисовал, Жилкин нарисовал ее эскиз. И она у нас была одета в монашеское облачение. Но нас очень правильно поправили. Нам сказали, что награда за благотворительность может вручаться не только тем, кто православный, и других конфессий. Поэтому мы ее одели в светские одежды. И это была первая серебряная награда в области. Это была первая номерная награда в области. И это была первая награда, которая, как вы видите, имеет два варианта. Это фрачный вариант, который для ношения, для ежедневного ношения и парадный на ленте. Я очень давно говорю об этом. И мне кажется, что все-таки надо эту тему как-то продвигать. Должен быть некий регламент ношения заслуг и наград людей, которые их имеют. Потому что, как это было и в XIX веке. То есть есть определенные мероприятия, на которые ты идешь. И если у тебя есть вот эта награда, ее нужно носить. Не потому, что ты бахвалишься этим. Статус подразумевает. Статус подразумевает, да. И я вот прихожу иногда в большое собрание. А я не знаю, кто из благотворителей или кто награжден крестом святого Михаила Тверского. Или кто имеет награду за заслуги в развитии Тверской области. А мне бы хотелось знать этих людей в лицо. И это было бы правильно. Но вот эта награда, она зарегистрирована в Государственном геральдическом реестре при президенте Российской Федерации. Она имеет свое удостоверение. И когда мы ее сделали, я-то тихо надеялась, что нашим жертвователям, которые помогали нам на первых порах восстановления храма, удастся эту награду получить. Но поскольку она стала почетным знаком губернатора, то очень быстро стало понятно, что нам ее не дождаться. И тогда мы придумали вот такую награду нашего фонда благотворительного ИКСО. Это награда, где мы повторили вот ту терминологию, которая у Василия Петровича была в наградном листе за отличие неслужебной. И поскольку за благотворительность уже награда есть, за отличие неслужебной Аваев. Она имеет вот такую необычную для награды форму, форму квадрата. Но подразумевается, что это камень, из которого Василий Петрович строил. То есть это такая философская. Она тоже зарегистрирована в Государственном геральдическом реестре при президенте. Она тоже имеет свое удостоверение. Таким образом, Вы развязали себе руки в случае, если понадобится отметить от имени фонда людей. Мы награждаем от имени фонда. И вот последнюю награду я вручала как раз отцу Роману Манилову за ту огромную благотворительную деятельность, которую он ведет в отношении истории Екатерины Бакуниной и ее подвига жизненного. Отцу Роману Манилову и Михаилу Николаевичу Калинкину, с которым они вместе делают эту большую-большую работу. Важное направление его деятельности, это тоже действительно серьезный пласт. Мы обязательно еще с ним сделаем программу. Да, они огромную работу. Тем более, что откроются, знаете, очень любопытные, я даже так немножко проанонсирую, любопытные детали и связи Твери и Севастополя. Просто там проведена колоссальная работа по исследованию вот этих исторических данных. Это чрезвычайно интересно. Ну вот как раз когда я слушала отца Романа, у меня и возникло понимание того, что этот человек должен быть отмечен, потому что действительно огромная работа по участию Екатерины Бакуниной в Крымской войне и вот действительно о тех связях, которые существуют. Но я хотел бы попросить все-таки высказаться нашу молодую художницу. Дин, скажите, вы ведь тоже человек, которому благотворительность крайне близка. То есть вы этим занимаетесь, вы этому себя посвящаете. Пожалуйста. Ну вот последний проект, в котором мы участвовали, несколько художников у нас было. Мне очень понравилась, во-первых, идея сама восстановить. Во-вторых, все, что касается ботанического сада, это мы понимаем... Восстановить ротонду. Ротонду. Мы еще о ротонду сегодня не говорили. Да, восстановить ротонду. Подстрочники. И сама идея, потому что я считаю, что идею тоже нужно, что называется, родить, то есть придумать. Дальше уже сложный момент воплощения этого всего. И когда она возникает, если это на праведном таком пути идет, сразу все прикрепляются, и дальше продолжается ее такое развитие. И с удовольствием согласились со всеми художниками, кому было предложено. Мы в разных материалах исполнили, кто-то придумал, как она может быть, какой-то дизайнерский проект. Единственная была фотография, как я понимаю, кто-то ее видел. У нас была одна художница, которая писала с натуры в те еще времена. В конце 80-х. Да, в конце 80-х. Это объединило людей, это к тому, что благотворительность, это такой момент, чтобы не потерять надежду. А как вы считаете, людям, которые... Извините, Сергей Николаевич, здесь очень важно сказать, что вот этот проект, о котором Дина рассказывает, он был к благотворительному концерту, который проходил в филармонии, и который подарил нам блистательный совершенно музыкант, блистательный пианист Евгений Соколовский. И во время его исполнения, фортепианного исполнения музыки, его же музыки, на экране появлялись... Рождалось буквально. Рождалось буквально, да. Вот они рисовали, ну, как это теперь принято говорить, в онлайн-режиме, они рисовали, и это появлялось на экране, а потом уже эти картины продавались, и деньги должны пойти на восстановление ротов. Посмотрите, 140 лет, уже более 140 лет ботаническому саду, Лаваевской больнице. Мы с вами понимаем, что неравнодушные, добрые люди с душой и сердцем, и с Божьей помощью, конечно же, на таких замечательных местах организовали и обустроили два таких серьезных сооружения, я бы так сказал. Смотрите, а ведь, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай, ведь так мы понимаем. И мы с вами тоже вносим какую-то лепту, да, в то, чтобы после нас осталось что-то хорошее. Наверное, вот идея делать добро, она должна объединять людей. Как вы считаете, вот должны люди объединяться на основе вот этой идеи? Так иначе бы мы сюда не пришли все, собственно говоря. Конечно, должны. Все что-то кого-то объединяет. Добро надо делать еще и сообща, да, тогда, может быть, что называется, говоря современными терминами, зона покрытия окажется значительно большей. Это очень вдохновляет. Что касается проекта Ротонда, нас, конечно, значительно больше, чем те, кто представлен здесь. Но никто никого не затаскивал силой, никто никого даже не призывал прийти. Это люди, которые объединились действительно сами в желании это помочь. Вот вы говорите, Сергей Николаевич, вот 140 лет больницы, 145 лет саду, но ведь от нас даже не требуется, это же шедевры, вот то, о чем Юра говорил. Я считаю, что наша больница тоже потрясающе красива, да. Это шедевры, которые созданы им. Нам сохранить. Нам сохранить. Но, наверное, надо ставить задачи более серьезные и приумножить. Хочется хотя бы сохранить. Это наш долг, священный долг. Разрушаются памятники, что, конечно, очень большая боль. С другой стороны, восстанавливаются памятники. Может быть, не так активно. Вот вы знаете, нужно отдать должное Светлане Гейна, которую вы хорошо знаете. Сейчас она активно объединяет людей. И вот буквально не так давно была встреча у митрополита Савы по поводу восстановления храма в Жорновке. Это не единичный случай. Вы с вами знаете, как это было в райке. У меня райок болит очень. Еще много таких мест, где вроде бы и нужны силы и точка приложения более чем очевидного таких энергий. Но есть и потуги. Может быть, не всегда они покрывают тот возникший запрос. Но, тем не менее, люди есть, которые готовы себя жертвовать, делать добро. Ну, а сегодня мы все-таки, наверное, должны коснуться и очень, скажем, такой вот части благотворительности, о которой вы упомянули в начале. Очень многие ее связывают. Вот понятие благотворительности с помощью детям, с помощью на лекарства. С другой стороны, мы видим, как часто сегодня телеканалы спрашивают деньги, смс-ками на лечение больных детей. Многих, в частности, вот возмущена была там певица Валита Милявская, и многие другие негативно высказались. Хотя подобная практика существует и в других странах, даже в благополучной Англии. Но не об этом мы сейчас говорим. Мы сейчас говорим о том, что все-таки, к сожалению, как бы мы и хотели, оказываются люди нездоровыми. И особенно детишки или неполные семьи, или еще что-то происходит в жизни, ну, что угодно. Лишаются крови, лишаются средств. И вот здесь вот я хотел бы попросить вас, вот, Настя, рассказать. Ваш фонд уже тоже достаточно давно действует. Ну, нам 10 лет, да. Если официально, нам 10 лет. Но наша тоже задача сохранить и сохранить детей в родной кровной семье. И речь идет не о городе Твери, а о Тверской области вообще в целом. И нам вот удалось за столь короткий для нас и для фонда вообще, в принципе, срок, мы объяли почти всю Тверскую область. И благодаря президентскому гранту, который мы получили в 2018 году, мы смогли нашу деятельность развить в районах, там, где очень необходима помощь, и там, где нужно именно сохранять семью в целости, как она есть. Потому что наш девиз – это ребенок в семье, это наша константа. Мы изначально помогаем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и которым просто некуда пойти. Иногда и не хватает и продуктов, и вещей элементарного тепла. Это зимний период печки, проводки и так далее. Ну, и наша такая экстренная помощь. То есть мы пытаемся вовремя прийти, чтобы не разрушить семью и не усугубить те проблемы, которые есть на данный момент. Нам помогает в этом социальная защита активно. И сейчас вот речь шла... Вы работаете в контакте с Министерством соцзащиты Тверской области, насколько я знаю, да? Уникальность фонда в том, что мы вообще изначально пошли с позиции государства. Мы решили, что как-никак у них есть право такое, да, забрать ребенка из семьи. Или, ну, у них есть эти семьи, они про них должны знать, да, на территории. И где нам их самим искать? Мы решили вот именно с ними в тандеме сотрудничать. И, в принципе, немногие благотворительные организации вообще идут, в принципе, за руку с государством. Но мы поменяли свой ракурс в этом плане. И, конечно, нам очень помогают и в решении бытовых проблем, и в сопровождении семьи и так далее. Настя, с другой стороны, вы в тренде. Ведь сегодня активно обсуждается делегирование полномочий, в частности, вот в таком социальном сегменте НКО. Согласитесь, ведь здесь именно этот сегмент у нас, он слабо развит, но на нем вот уже появляются такие точки роста, как вот ваш фонд. Ну, наша идея была задолго до тренда, и просто позиция была изначально, что если государство несет ответственность за тех семей, которые у них находятся в списке, и за тех детей, поэтому, объединяя ресурсы общества, людей и государства, только так мы можем помочь. Потому что, ну, откуда государство, государство на плечи, да, нашего, наших налогоплательщиков ложится вообще много всяких вопросов, в том числе и помощь семьям. Но, к сожалению, даже элементарных продуктовых наборов дров и там материальных вещей, это только люди и общество. И мы как бы шли изначально из этой позиции. Сейчас, конечно, да, мы вот благодаря этому и в тренде, и нам проще работать, потому что у них есть ответственность, и ответственность за ребенка, которая нет у него у общественных организаций, и только совместно. Можно вопрос задать, Настя? Конечно, кто основные жертвователи ваши? Как это происходит у вас? Ну, у нас есть, сегодня обсуждался вопрос, тоже затрагивался, о сборах на улицах, да, это, конечно, для благотворительных фондов, это прям бич и проблема огромнейшая, потому что у нас есть сайт, основные жертвователи этого сайта, люди, обычные люди, которые прониклись в истории, увидели в СМИ, увидели на сайтах, в социальных сетях, те, кто увидел или захотели как-то помочь, но помимо денег мы, конечно, принимаем и вещи, продуктовый набор, сейчас вот игрушки для детей в районы у нас, новогодние акции, и сборы на улицах, как сказать, в ящике, и это, конечно, большая беда для общественных организаций, потому что должно быть... То есть это, как вы считаете, это что, вот такой сбор на улицах, он дискредитирует движение? Конечно, ну, это, во-первых, движение, во-вторых, это нелегальные благотворительные фонды, которые обманывают людей. Значит, нам нужно еще раз, когда нашей зрительской аудитории напомнить, что вот как раз те разрушители святого в наших душах, они и дискредитируют это само движение, и нужно к нему внимательно относиться, но нам надо помочь разобраться людям, ведь добра в каждом из нас значительно больше, чем других наполнителей, так скажем, да, и поэтому важно, чтобы вот то добро, которое у нас есть, не убили вот те негодяи, которые вот действительно дискредитируют саму идею, само движение милосердия и благотворительности. Ну, вообще, есть такое правило общественных организаций, что на улицах деньги в ящике никто не собирает, это все мошенники, электрички, маршрутки, улицы, это мошенники, и зачастую мошенники пользуются молодыми людьми, которые хотят заработать, и это все нелегально, неправда, и общественные организации... То есть формы аккумулирования средств, они ины, какие? Это официальный сайт организации, если это ящики, то они стоят опечатанные в общественных местах, и сотрудники общественных мест знают, что это за фонд, куда эти деньги идут, потому что эти деньги изымаются еженедельно или ежедневно, опечатываются, просчитываются, несутся в банк, кладутся на... То есть очень важно не утратить доверие жертвователей и людей, которые готовы делать добро, потому что они должны знать, наверное, видеть прозрачность деятельности таких фондов, они должны понимать, что деньги действительно идут на благие цели, а не на какие-то собственные интересы организаций. Я думаю, что вот как раз подтверждение красноречивое, то что ваш фонд уже более 15 лет, ваш 10 лет, то есть это уже проверка на состоятельность, так ведь? Потому что если бы это были какие-то жуликоватые конструкции, они бы рассыпались. Нет, потом есть у вас реализованные проекты, то есть вы можете показать, что у вас есть, у нас есть реализованные проекты, это подтверждение того, что... Более того, сейчас есть краудфайдинговые платформы, как Добро, как такие дела, и, конечно, если фонд существует, он будет искать средства, искать возможности реализованности и так далее. Сбербанки, они сейчас тоже открывают благотворительное сообщество, регистрируют реальные организации, которые есть. Поэтому тут сейчас все живут в интернете, и можно зайти и посмотреть, что это за организация, даже если, ну, там, можно и посредством какого года она там... То есть даже вот жертвователям не нужно там руководствоваться таким огульным порывом сделать добро, а нужно сделать это взвешенно. В первую очередь разобраться, не быть, значит, скажем, так не идти на поводу каких-то вот таких жуликоватых сборщиков, да, вот этих средств, а действительно направить, если такое желание возникло, на эти средства, на благие цели, заранее зная, что предмет их приложения не будет вызывать сомнений. Вот что это очень важно, и мы, наверное, будем продолжать информировать всю нашу зрительскую аудиторию о том, что реально происходит, кто есть кто, и действительно не стыдно рассказать о послуженных списках достойных общественных организаций, о том багаже положительных и добрых дел, ну и, естественно, призвать к повышенной бдительности, если вот какие-то формы, о которых мы сегодня говорим, они не являются такими уместными, да, и не являются типичными. Но, тем не менее, вот, друзья мои, все-таки мы понимаем, что объективная картина, вот, менее 1% российских миллиардеров вкладывают в благотворительность, всего менее. То есть, это значительно ниже, чем вот такие толстосумы за рубежом. Почему это происходит? Наверное, здесь есть объективные, конечно, причины. То, что, к сожалению, у нас до сих пор не принят такой пакет законов, который высвобождал бы какие-то средства налога, налога от прибыли, да, льготы должны быть. За рубежом они действуют. У нас не так прозрачно и не так понятно, что будет с бизнесом завтра, послезавтра. Долгосрочные проекты строить крайне сложно. Мне хочется верить, что этот процент все-таки больше, только часть их делает это анонимно, именно по тому, о чем вы сейчас сказали. Иногда целесообразнее. Максим Орешкин упомянул о том, что бизнесмены боятся показывать прибыль, чтобы их не увели в наручниках. Когда мы как-то говорили на одной из наших программ об этом, значит, смысл простой, наверное, некоторые действительно скрывают. Мы с вами знаем, что был вот такой аноним, который выделил средства на замечательный Ржевский монумент. Мы с вами знаем, что подтверждение благотворительности ветеран, заслуженный человек, которому самому-то, может быть, нужна помощь, он взял свои накопления и передал также для этого воинского мемориала это серьезные деньги для него, для семьи. Это очень серьезно. Да вот сейчас только что в Югре тоже анонимный источник. У нас с вами реклама, друзья мои. Да, полтора миллиона отдал. Друзья, время неумолимо движется вперед, и мы уже подходим к концу нашей программы. Поэтому я хотел бы попросить вас очень коротко, но как вы умеете емко сказать нашим зрителям, что вы им желаете в преддверии новогодних и рождественских праздников? Прошу. Надежда. Нет? Да, да, да. Да, Анастасия, давайте. Ну, мы сегодня говорили про то, что добро живет в каждом сердце, и мне все-таки кажется, что в каждом человеке есть частичка этого добра, и перед наступающими праздниками, Рождеством хотелось бы пожелать вам всем слушателям, телезрителям, да, что дайте просто волю, место своему чувству, добру, и не нужно гнаться всегда за чем-то, за деньгами, за доходом. Нужно думать головой, то есть здесь думайте сердцем. Думайте сердцем, да. Дин, давайте. Ну, я бы хотела пожелать любви. Мне кажется, здесь многие моменты, они идут из простого, и для меня, человека верующего, Бог есть любовь, поэтому в себе вот работу души не прекращайте, любите все, что вокруг есть. Природа прекрасна во всех своих проявлениях, вот, и мы должны поддерживать. Иначе вот снега нет, всем тяжело не сдаваться, любить. Того же самого. Я буду продолжать любви, потому что невозможно об этом ни говорить, ни чувствовать, и это не имеет ни возраста, ни какой общей принадлежности. Потому что маленькие дети, которые вообще ничего не понимают, еще казалось бы, как вы взрослые, говорят, что вы можете понимать в любви? А не нужно понимать, правильно, нужно чувствовать. Поэтому, конечно, любите, будьте любимы, чувствуйте это, чувствуйте каждый день. Чувствуйте просто потому, что вы живы. Как раз это и составляет смысл вашего существования с праздником. Ожидайте и чудо, и оно обязательно свершится. Чудо, чудо будет. И чудо всегда имеет место в нашей жизни. Именно об этом я сегодня вот сказал на упомянутой ранее детской елке. Мы, когда маленькие приходим в этот свет, с распростертыми, знаете, вот такими широко распахнутыми глазами, смотрим на мир и верим в чудеса. Становимся взрослее, начинаем сомневаться, а есть ли чудо. Когда немножечко более мудрыми становимся, понимаем, что чудо есть. И во многом его наличие зависит от нас и от нашей веры в него. Будьте добрее, друзья, любите друг друга. Действительно, ведь нам надо научиться знать и помогать, откликаться и слышать тех, кто нуждается в нашей помощи. А я вам хочу все-таки зачитать вот такие положительные, интересные данные. ФЦИОМ провел исследование, и за последние 10 лет благотворительность стала более активной. В частности, вот число благотворителей выросло почти в 8 раз. Несмотря на те проявления, о которых мы сегодня упоминали. Все-таки добро, оно живет в людях, добро, оно сильнее зла, добро поможет нам преодолеть любые трудности. И именно с добром у нас есть будущее, есть завтрашний день. Друзья, с наступающими праздниками, новогодними и рождественскими, делайте добро, и добро придет к вам в дом. Это была программа «Тема дня». Оставайтесь с нами. Наш канал будет вас информировать о происходящем и посвящать во все детали случившегося.